Мои уважаемые коллеги, мне очень приятно выступать на этой конференции, так как я представляю, по всей видимости, самую молодую лабораторию нашего института, к созданию которой очень много усилий приложил Фёдор Львович. То есть я думаю, что без его поддержки, без его доброго слова и его убежденности в интересности этой тематики лабораторию, возможно, создать бы и не удалось. Я расскажу вам сегодня о наших работах, которые привели к созданию этой лаборатории и немножко о текущем состоянии данной области и о перспективах развития. Сначала несколько слов о астромальных клетках опухолей. Уже, пожалуй, много десятилетий ни для кого не секрет, что опухоль не является монолитным конформератом опухолевых клеток, а содержит также и клетки нетрансформированной, неопухолевой природы, среди которых, в первую очередь, естественно, отмечались фибромасты и эндотелиальные клетки, так как воскуляризация опухолей – процесс важный для её развития, и фибромасты, обеспечивающие её положение в организме. Дальше адипоциты, которые так хорошо видны, в частности, при раке шейки матки, и воспалительный инфильтрат, состоящий из самых разнообразных типов клеток и в различных состояниях активации и дифферензировки. Я отдельно выделил три этих типа клеток, которые в публикациях действительно называются все по-разному, но при ближайшем рассмотрении они представляют собой очень сильно гетерогенную популяцию клеток от недодифференцированных моноцитов или на промежуточной стадии дифференцировки промоноцитов, которые часто называют мироводные супрессорные клетки, дендритные клетки, которые могут быть описаны как макрофаги с ярко выраженной антиген-презентирующей способностью, ну и, собственно, макрофаги. Поэтому в целях упрощения терминологии буду ограничиваться названием макрофаги и, собственно говоря, дальше сконцентрируюсь именно на этом типе клеток, так как охватить все возможные стромальные клетки в рамках одной лекции совершенно нереально. Слайд базовый, который показываем всегда, когда говорим о макрофагах внутри опухоли. Макрофаги, ассоциированные с опухолью, термин вполне устоявшийся. Кстати, предложенный непосредственно Фёдором Львовичем на одной из моих лекций, которые я читал и использовал тогда кальпус английского опухоли, ассоциированные макрофаги, что звучало достаточно коряво и не совсем по-русски, Фёдор Львович после лекции предложил вот именно это название. Макрофаги в опухолях развиваются в первую очередь из моноцитов, то есть опухолевые клетки производят цитокины и химокины, которые привлекают моноциты из кровотока, и уже внутри самой опухоли под воздействием опухолевых факторов и своих факторов они развиваются в весьма специфичную популяцию макрофагов второго типа. При этом на начальной стадии ещё и проходят через фазу пролиферации, что достаточно нетипично для макрофагов организма. Функции этих клеток весьма разнообразны. Они способны поддерживать опухолевой рост, подавлять противоопухолевый иммунитет, поддерживают ангиогенез, способны перестраивать внеклеточный матрикс, поддерживают миграцию опухолевых клеток, ну и непосредственно три функции, которые способны участвовать в метастазировании опухолевых. Чтобы не быть новословным, так как практически каждый раз, когда речь заходит о макрофагах в опухоли, возникают вопросы в аудитории, особенно у патологов, а насколько много макрофагов вообще в опухоли можно обнаружить. И я смотрю на комментарии, что мы видим в одном микроскопическом поле одну-две клетки, которые похожи на макрофаг. Я покажу несколько примеров, какой процент клеток в опухолевой массе могут представлять макрофаги. Это непосредственно аденокарцинома пищевода и окраски иммуноплоресцента несколькими маркерами. CD68 наиболее часто используемый маркер для выявления дифференцированных макрофагов CD163, и гаптоглобинный рецептор маркер макрофага второго типа. То есть вот в этом поле не меньше половины клеток является макрофагом. Ещё один, причём экспрессирующий как тот, как и другой маркёр. Вот здесь использован другой маркёр для макрофага второго типа, и здесь уже на этой картинке видно, что не все макрофаги единообразно экспрессируют все маркёры макрофага второго типа. Точно так же, как и здесь, один из маркёров, который был нами описан во время работы в Германии совместно с профессором Шишковской, стабилин-1, точно так же выявляет популяцию макрофагов достаточно уникальна. Ну и здесь немножко плохо видно при меньшем увеличении распределение макрофагов внутри опухоли по отношению к сосудам, которые выявлены по эндотелинальным клеткам, маркер CD31. Аналогичную картину можно увидеть не только в случае пищевода, вот это уже литературные данные аденокарцинома лёгкого, опять же используется CD68, количество макрофагов достаточно большое. Интересный слайд, который показывает кластеры макрофагов внутри опухолей. Также используется CD68 и монозный рецептор. И ещё один маркёр, индуцируемая иной синтаза, который всё-таки описывает скорее не макрофаги второго типа, а макрофаги первого типа, но точно так же присутствует в опухолях, хотя не совпадает, в частности, CD68. И модель животная для опухоли простаты, которая отражает ещё одно очень интересное свойство макрофагов опухоли, это неравномерное распределение. Здесь совершенно чётко видно, что макрофаги концентрируются на границе опухоли и в незначительном количестве инфильтрируют внутрь самой опухолевой массы. Насколько эти клетки важны для прогрессии опухоли? Опять же, литературные данные. Таких статей можно найти очень много, именно в корреляционных статей, когда оценивается количество, общее количество макрофагов опухоли, оценивается иногда вместе с этим количество сосудов, плотность сосудов, капилляров опухоли и строится корреляция. Однозначно обнаруживается прямая корреляция плотности макрофагов и плотности сосудов и, в частности, для немелкоклячного рака лёгкого пониженное количество макрофагов коррелирует с лучшей выживаемостью ПЦ. Для того, чтобы понять, каким образом эти клетки участвуют в развитии опухолей, необходимо разобраться, какие функции они приобретают, откуда эти функции берутся. В 90-х годах, в 91-м году конкретно была предложена концепция дихотомии активации макрофагов. То есть, если до 91-го активации макрофагов рассматриваемся, прежде всего, как реакция на инфекцию, инфекции, прежде всего, бактериальным патогеном, то в 91-м году нам предложено, что эндогенные факторы, такие как антролекин-4 или глюкокортикоиды, способны приводить так называемые альтернативные активации макрофагов, которые не обладают провоспалительными свойствами, а скорее подавляют воспаление и занимаются перестройкой огнеклеточного матрица. Концепция была удобна еще и тем, что прослеживалась определенная параллель с дифференцировкой Т-клеток, то есть, классическая активация макрофагов рассматривалась как активация под воздействием Т-хемкров первого типа, а альтернативная как воздействие Т-хемкров второго типа. В 2000-м, в 1999-м году я начал заниматься вот этой частью макрофагов и уже на тот момент устаревающими методами мы искали маркеры альтернативно активированных макрофагов или после названных макрофагов второго типа по сравнению с макрофагами первого типа. Очень интересно, что даже такой принцип для достаточно грубой методикой нам удалось выявить два матриксных гомка фиброниктин-1 и бета-иг-H3, причем фиброниктин-1 за счет альтернативного спрайсинга экспрессировался в этих макрофагах в своей эмбриональной форме или форме, характерной для соживления повреждений. Результаты были достаточно яркие, подтвержденные на гомковом уровне. Опять же, здесь система выделения клеток была еще не очень совершенна, но уже четкое различие между классическими и альтернативно активированными макрофагами было видно. Но помимо этого, мы обратили внимание еще на одну интересную особенность, что вот та самая группировка интерлекина-4 и глюкокортикоидов в одну группу альтернативно, как индукторы альтернативно активированных макрофагов, не вполне правомощна, потому что интерлекин-4 действительно активирует эти матриксные белки, а дексаметазон мало того, что не активирует, но и успешно их подавляет. Это осознание появилось, то есть привело к продолжению данной работы и просто был проведен транскрипторный анализ опять же с одними из первых микрочипов на тот момент, и мы сфокусировались на матриксных гонках и гонках, участвующих в перестройке матрица, вне клетчаного матрица. И обнаружили, что эта тенденция, собственно говоря, сохраняется практически для всех матриксных гонков и гонков-перестраивающих матриц. Опять же, фиброниктин, доносин-Си, две матриксные металлопротеиназы и две трансклютаминазы. Значит, единственное исключение составил фактор 13А трансклютаминаза, который предполагал, что она работает все-таки скорее внутри клетки, нежели в ней. К этому моменту, когда нами были получены эти данные, мировое научное сообщество расширило или усложнило данную концепцию и добавило дополнительные активаторы, приводящие к той или иной активации клеток. То есть, активация макрофага второго типа считалась уже достигается за счет интерлекин 4-го, 10-го, 13-го, GMC-SF и трансформирующего фактора роста бета. К классическим добавился MC-SF. Ну, MC-SF и GMC-SF, эта концепция практически развалилась за последние 10 лет, потому что все-таки GMC-SF в целом подавляет микрофагальную дифференцировку, а MC-SF производится в ответ на интерлекин 4-й. Но остальные факторы в достаточно донкое время сохранялись как активаторы макрофага второго типа. Нас заинтересовал прежде всего трансформирующий фактор роста бета, который является одним из важнейших факторов опухолевого роста. И когда мы начали исследовать ответ макрофагов на трансформирующий фактор роста бета, мы обнаружили, что, собственно говоря, далеко не все клетки способны на него ответить, и для того, чтобы у них на поверхности имелся рецептор к этому фактору, необходимо присутствовать среди групп картикоидов. Результат был получен совершенно случайно, но степень вот этой активации и степень специфичности была реально удивительной. То есть мы не увидели практически никакой разницы на уровне МРНК, мы не увидели никакой разницы на уровне БРНК, но увидели только повышенную экспрессию рецептора на поверхности клеток. Причем касалось это только рецепторов второго типа, не касалось ни рецепторов первого типа, ни касалось ни рецепторов третьего типа. Эффект был дозозависимый, эффект был зависимый, то есть имел очень интересную кинетику, из чего мы заключили, что в организме при концентрации глюкокортикоидов, то есть при концентрации кортизонов нормальных в тканях и в крови мы вполне имеем активирующий эффект на макрофаль. Это также подтверждалось и результатами анализа сигналинга, то есть мы видели замечательную активацию фосфорилирования смада второго, основного сигнального банка для трансформирующих факторов стабета. Причем, опять же, в случае глюкокортикоидов в среде активация этого сигналинга персистировала, то есть не работала отрицательная обратная связь, как, например, в случае чистого интерлекина-4, когда незначительно сфорилирование наблюдалось, но через 24 часа приходило опять к своему базовому уровню. Используя эти клетки, мы также провели анализ экспрессии с помощью микрочипов и обнаружили достаточно интересную для нас коллекцию генов, модулирующих, в частности, иммунный ответ и участвующих в процессинге липидов, в транспорте связывания процессинга липидов. Мы на тот момент связывали это в какой-то степени с развитием хронических воспалительных заболеваний, таких как атеросклероз, но, в принципе, те факторы, которые модулируют иммунный ответ, вполне могут играть роль и в оккульевом процессе. Интересным оказалось не только список этих генов, но и характер их активации. То есть мы, сделав эксперимент с распределением во времени, мы увидели, что есть гены, которые активируются трансформирующим фактором роста немедленно, то есть через час мы уже видим РНК на очень высоком уровне, практически не меняющуюся после этого. Есть гены, которые активируются, РНК которых накапливается внутри клеток, и есть гены, которые активируются только через 24 часа, что, возможно, указывает на непрямой эффект. При этом вот эти два гена конкретно привлекли наше внимание. СМАТ-7, он известен как прямая мишень, трансформирующая факторы роста бета, что не так для гена ID3, который вообще-то является мишенью для бонморфогенетик протеинс, для BMP, но не является мишенью для TGF-бета. Этот эффект нас заинтересовал. Мы попробовали охарактеризовать промоутер этого гена в дополнение к тем работам, которые были опубликованы, поискать энхансеры. Энхансеры мы нашли. Мы охарактеризовали один новый энхансер и при этом обнаружили, что промоутер, независимо от наличия энхансеров, действительно не может быть активирован с МАДом 2-м и 3-м, а активируется, как и описано в литературе, с МАДом 1-м и 5-м. И, естественно, следующим экспериментом в этой ситуации был анализ, а не активирует ли у нас трансформирующий фактор роста бета нетипичный для него с МАДой 1-м и 5-м. И оказалось, что это действительно так, без каких бы то ни было дополнительных добавок мы имеем здесь активацию с МАДой 1-м и 5-м вместе со СМАДом 2-м. То есть трансформирующий фактор роста бета независимо от BMP активирует типичный для BMP сигнальный кастер. Не буду углубляться дальше в детали этой работы. Приведу вот этот достаточно сложный слайд, который в какой-то степени послужил основой для текущей концепции микрофагальной активации. То есть очевидно было показано, что нельзя группировать, так как это было группировано ранее, факторы как классические активаторы и как альтернативные активаторы. Каждый фактор приводит к специфичной активации функции микрофага, приводит к активации своего набора генов и, соответственно, приводит к активации определенного функционального спектра. Хороший очень пример – это интерлекин-4, который действительно активирует перестройку внеклеточного матрика, что нельзя сказать про дексаметазон и трансформирующий фактор роста бета. При этом сохраняется определенная тенденция, что микрофаги первого типа обладают противоопухолевой активностью, а микрофаги второго типа – проопухолевой активностью. Ну, в частности, опять же, за счет поддержки метастазирования, путем перестройки микречного матрица и модуляции иммунного ответа. Возвращаясь непосредственно к участию в метастазировании, на настоящий момент рассматривается четыре основных типа участия микрофагов в этом процессе. Это еще раз – перестройка микречного матрица, стимуляция ангиогенеза, увеличение плотности капилляров, регуляция хемотаксиса и подготовка ниши для метастазирования. Факторы охарактеризованы не напрямую, а опосредованно, опять же, как активируемые в макрофагах второго типа, иногда наблюдаемые в опухолях, также вместе, внутри и вокруг макрофагов второго типа. Это метанолпротеиназы, трансплитаминасы, непосредственно матрицные белки. Макрофаги производят большое количество РЕДЖФ, что стимулирует ангиогенез. Это далеко не полный список факторов, участвующих в стимуляции хемотаксиса. Причем здесь важно отметить, что это не только цитокины и химокины, но также и система синтеза ликотриенов, которая приводит к их повышенной продукции и изменению инфильтрирующих популяций. Ну и подготовка ниши – это в основном, конечно, противовоспалительные цитокины, которые подавляют и Т-клеточный ответ, и ответ врожденного иммунитета. На настоящий момент делаются попытки использовать макрофаги в качестве мишени для терапии. Причем используются три основных метода, когда речь идет о конфетных гемках. То есть CD206 – монозный рецептор, это тот первый маркер макрофага второго типа, который вам описан. Он используется как мишень для липосом с монозой на поверхности, для доставки тех или иных препаратов. В машинных моделях наблюдается замедление опровевого роста. Есть вариант, когда вызывается медированная антителами – это токсичность. Здесь в качестве мишени использовался скалинж-рецептор, рецептор для неапсионизированных частиц, марка, который также активируется интерлекином-4. И в этом случае уже наблюдалось не только замедление опухолевого роста, но также снижение метастазирования. Достаточно давно ведущаяся работа – это использование иммунизации организма белком, который производится только макрофагами, ассоциированными с опухолей. Легумаин – лезосомальный фермент. Повышенная экспрессия действительно обнаружилась в разных типах опухолей. И иммунизация легумаином приводит к замедлению опухолевого роста и практически полному блокированию метастазирования как такового. Одна из недавних статей достаточно интересна. Использование семопимода, ингибитор активации П-38-апкиназы, не приводит к замедлению опухолевого роста, но приводит к практически полной блокировке метастазирования. Механизм этого эффекта до конца непонятен, потому что механизм действия самого семопимода тоже еще до конца не описан. Какие проблемы существуют на настоящий момент в этой области? В первую очередь, используется очень ограниченное количество маркеров для макрофагов, при том, что макрофаги, очевидно, показывают высокую степень гетерогенности, и эти маркеры не всегда отражают функциональное состояние пледа. Работы, которые ведутся, в основном корреляционные, то есть это корреляция количества с прогнозом, с ростом опухоли, с метастазированием, не более того. Никогда не учитывается индивидуальная особенность иммунитета пациента, что вполне может играть решающий урок. Инструментов не хватает на рынке, не все антитела достаточного качества, чтобы проводить масштабные исследования. Как показывают, опять же, уже работы на животных, неспецифичные маркеры, использование неспецифичных маркеров не дает должного эффекта при лечении опухолей. Перепрограммирование, как один из вариантов, не достигает необходимой эффективности. И все эти подходы, как правило, подавляют функцию макрофагов во всем организме, в том числе и тех функций макрофагов, которые отвечают за подавление опухолей, и не ведется работа на подавление непосредственно функции, например, участия в метастазировании. И теперь еще несколько слов о нашей лаборатории, на чем мы дальше сконцентрируем свои исследования. Это, в первую очередь, выявление новых маркеров макрофагов и также еще и нейтрохемов, ассоциированных с опухолю. Нейтрохемы постепенно появляются в литературе, как важные маркеры и важные участники процесса. Также анализ корреляционный, то же самое, что делается по всему миру. Но мы планируем исследовать более детальные механизмы формирования иммунологической толерантности в опухоле и разрабатывать возможные методики лечения, направленные на вот те самые маркеры макрофагов и нейтрохемов, как мишени. Методология у нас достаточно широкая, но в основе этой методологии лежит методика выделения клеток из крови и получения первичных опухолевых клеток из материала опухоли. Дальше, соответственно, взаимодействие макрофагов с запрограммированными функциями с опухолевыми клетками, а также взаимное программирование как опухолевых клеток макрофагами и нейтрохемами, так и наоборот. Хочу поблагодарить участников этой работы. Здесь очень большой коллектив немецких коллег. Отдельная благодарность профессору Кшишковской, с которой вместе эта работа была сделана в Германии, и сотрудникам, которые начали работать по этому направлению сейчас. Спасибо за внимание. Вопросы, пожалуйста. Спасибо очень за интересный доклад. Я вот хотела два вопроса. Ну, поскольку вы сами говорили про то, что сейчас макрофагам второго типа очень большое внимание, разрабатываются подходы к чекпоинтовским препаратам, а вот вообще были исследования в опухолевой взвесе, допустим, превалируют ли в том или ином случае макрофаги первого или второго типа? То есть была ли какая-то корреляция с тем клиническим течением и инфильтрацией тем или иным видом? С клиническим течением нет, потому что, как правило, то, что получает биолог в лаборатории, это уже остатки от того, что забрал себе потомок, так как масса работ существует и Юлии Георгиевны, и из Великобритании, Клэр Льюис, указывающих на то, что в разных участках опухолей макрофаги имеют разные фенотипы. И не всегда эта корреляция настолько проста и настолько пряма, как кажется. Таких работ нет. На мышиных моделях что-то делали, но это с трудом переносится на человека. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, не случалось ли вам видеть работы, которые связаны с непосредственной липофекцией или трансфекцией гена непосредственно в опухолевой ткань и отслеживанием нарастания антител к тем или иным антигенам? Такие работы попадались вам? Ведутся ли они в вашем центре? Я, по крайней мере, про такие работы знаю. Результатов четких я пока еще не видел. Вы таким не занимаетесь? Нет, мы таким не занимаемся. Спасибо. Пожалуйста, еще. Спасибо. Скажите, пожалуйста, поскольку, видимо, макрофаги М1 и М2 будут еще обсуждаться после доклада Юлии Георгиевны, я хотел бы спросить о том, о чем вы сказали вскользь в самом начале, когда вы говорили о стромальных клетках, вы упомянули адипоциты. Вы действительно имеете в виду адипоциты или стромальные клетки жировой ткани? И особенно, когда вы говорите в качестве примера, приводя рак шейки матки. Спасибо. Берштейн Лев Михайлович, Институт онкологии имени Петрова. Видимо, я оговорился, я имел в виду рак молочной железы и я имею в виду, конечно, жировые стромальные клетки. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад. Тодоров Сергей Сергеевич, Ростовский НИИ, онкология, врач-патологоанатом. Скажите, пожалуйста, вы упомянули, доклад у вас называется «Роль стромальных клеток опухоли в метастазировании». Так какова же, на ваш взгляд, по вашему докладу, вы упомянули только макрофаги разных типов стромальных клеток? Это, прежде всего, фибробласты и, на самом деле, это самая нестабильная популяция клеток. Вы об этих клетках ни слова не сказали. Так же, как и о перицитах, которых здесь не было на слайде, эндотелиальных клетках. Какова же всё-таки роль этих клеток в метастазировании? Первый вопрос. И второй. Каким доказательным способом вы утверждаете, что было метастазирование? И при какой ТНМ? То есть, какова была природа опухолей ТНМ? Метастазирование, как вы доказывали, и ТНМ? Спасибо. Значит, да, действительно, я ни слова не сказал про фибробласты, про перициты и эндотелиальные клетки. Просто по той причине, что мы этим вплотную не занимались до сих пор, но будем заниматься в будущем. Здесь нужно собрать дополнительно и теоретический материал, и провести какую-то практическую работу. Доказательная база для анализа роли в метастазировании макрофагов второго типа, она прежде всего, конечно, происходит из животных моделей, когда перевивается опухоль, и после чего проводится наблюдение за макрофагами, используются разные подходы, используются и нокаутные мыши по нокауту различных факторов макрофагов, используется живая микроскопия, когда наблюдается непосредственно выход опухолевых клеток в сосуд, в непосредственной близости от инфильтрирующего макрофага. То есть здесь скорее данные из животных моделей, нежели из клиники. Клинические данные, опять же, то, что я показывал. У меня нет никакого большого обзорного слайда на эту тему, но исследований, которые показывают корреляцию между количеством макрофагов первичной опухоли и наличием тех или иных метастазов, они существуют. Могу сделать такой подбор. Да, пожалуйста. Как вы прививаете эти опухоли с макрофагами как-то? В какую часть мыши просто подкожные или в какую-то вену или хвостовую или что там делать? То есть те модели, которые в частности были отработаны Юлией Георгиевной, это подкожные. Можно, в принципе, куда-то в кровоток или как-то в костный мозг, но в костный мозг мышам не вводят макрофаги. Здесь есть разные модели, на которых именно роль макрофагов исследовалась. Это и введение в кровоток, это и химически индуцированные опухоли, это и генетические модели спонтанного канцерогенеза. Так, пожалуйста, еще. Скажите, пожалуйста, какова нормальная роль активации макрофагов по второму типу и почему такая активация происходит в опухоли? Значит, нормальная может быть… А можно презентацию еще раз запустить? Мы в свое время выработали достаточно приблизительный слайд для того, чтобы объяснить, чем, собственно говоря, макрофаги второго типа в организме занимаются. То есть, если мы рассмотрим макрофаг некого гомеостатического состояния, термин введенный Юлией Георгиевной, то в случае повреждения или вторжения патогена тканевые макрофаги активируются по первому типу, стимулируют воспаление, убирают патоген, после чего повреждение это должно быть заживлено, и макрофаги скатываются в состояние второго типа, то есть удаляют клеточный дебрис, они обладают повышенной фагоцитарной активностью, подавляют воспаление и запускают восстановление ткани, возвращаясь обратно в состояние гомеостаза. Субтитры создавал DimaTorzok